А ты знаешь вообще, что произошло тогда вот с нашим послом в Бенгазе, как они в этом замочили? Конечно, у нас есть целая программа. Можно сказать в двух словах сейчас, что это было, или лучше-то не рассказывать в прямом эфире? А, нет, а это было известно, что оружие, которое мы туда послали, оно оказалось в руках Алкайды, в руках ИГИЛа, вот эти стингеры, и они послали, чтобы у них забрать это обратно, выкупить. Когда они туда послали, там пошло что-то не так, они их обманули, и чтобы это все не всплыло, а это же было сделано по разрешению Обамы, это он разрешил все это оружие туда переслать, и оно оказалось в руках тех, которые убивают наших солдат. И этот посол, он тоже был такой, Стивенссон, он был человеком таким, обамовским, что он со всеми договорится, что ничего страшного, он придет, это люди хорошие, голову они ему не отрежут, он будет с ними пить чай, и он сможет с ними договориться, потому что он такой вот человек мира. Его предупреждали наши ребята там, что это так не получится, что-нибудь, ну вот он решил. Они когда потом просили подмоги, чтобы больше, больше там, ребят, ну это я вкратце все рассказываю, было больше охраны, им Госдеп не дал этого. И рядом был, что говорится, там стейшн, станция ЦРУ, которая там занималась своими делами, у них тоже была своя охрана, но это были вольно наемные ребята, которые бывшие морские котики, спецназовцы и такие. И когда произошло нападение на вот этот консулат, ну консулат, ну посольство, можно сказать, да, чтобы люди понимали, там есть разница между консульством и посольством, где был этот посол, то они перепугались, и Клинтон перепугался, и Обама перепугались, что сейчас все узнают, что сейчас все это всплывет, поэтому лучше, чтобы они там погибли, и когда они запрашивали о помощи, помощь им не пришла, а помощь стояла в Италии, через 40 минут наши спецназовцы могли, потому что они сидели в вертолете, и слышали, как эти ребята просят о помощи, и они били там вертолеты, говорят, взлетай, взлетай, а Госдеп не давал разрешения. Обычно, как это должно работать, потому что для всего есть инструкция, как должно работать, когда захватывают нас посла где-то, или когда у нас захватывают какую-то территорию Америки или посольство, это уже было разработано с 79-го года, когда иранцы захватили наше посольство, сразу группа быстрого реагирования садится в самолеты, вертолеты, и они туда летят. В это время глава Госдепа должна, должен, в этот момент, это Клинтон, она должна собрать чрезвычайное собрание, там, ЦРУ, ФБ, военные, они все должны быстро собраться и решать, что делать, но пока что военные летят туда. И, например, так с Трампом тоже было на Иран, потом он взял и отозвал, и они прилетели обратно. Когда он спросил, сколько там людей может погибнуть, если мы будем бомбить этот иранский объект, там сказали, может быть, 200 человек, он сказал, не стоит, летите обратно. Они прилетели обратно, а тут не дают разрешения даже вертолету взлететь вертолетом, чтобы пойти на спасение этих ребят. Но вот эти ребята, которые охраняют ЦРУ, они это слышат, и они знают, что это недалеко, и они добровольно говорят, надо спасать посла. Они идут туда добровольно и запрашивают, они там 48 часов бьются против армии, они запрашивают, а Клинтон не собирает ни совещания чрезвычайного, и делает только один звонок ночью Обаме. Один звонок. Он сказал, иди спать. Он сказал, это придумаем потом, что это... И они придумали, что это были протесты против того, что показали какое-то видео, где оскорбили Мухаммеда. И такие, ну, случайность, конечно, которых я никогда не верю. Это было 11 сентября, да, такая дата. И это было... И они кричат же, эти ребята, это организованная атака, это никакой не бунт, никакой не мятеж, ничего. Это организованная атака, вооруженные люди нас обстреливают везде, и мы долго здесь не продержимся, нас мало. И, конечно, ребята погибли там, многие пострадали. И они потом придумали вот такую вот историю, и на этом все затихло. А как ребята спасались? Я знаю, что они за свои деньги наняли летчика, да, улетали? Нет, они там, да, они там... Ну, у них же есть друзья, там, в конце концов, прибыла группа им на помощь. Да, в конце концов, но это за... Они там деньги, ну, это они внутри страны там, чтобы их... Чтобы их иракцы, да, долетели, довезли до этого консулата, а они, да, они им заплатили. Ну, считаешь, это же все-таки было предательство, то, что сделали? Ну, это не предательство, это измена. Почему они и понесли наказание? Это даже сейчас... Трамп же, смотри, вот, Трамп обещал же, он говорит, а к ней разберусь к ней дальше. Да, он обещал, потому что у него не было команды, потому что у него генпрокурора не было. И как бы он ни пытался получить генпрокурора, который начнет, генпрокуроры были тоже из этой канализации. И каждый раз они все это тормозили. Но даже... Послушай, даже преданные ему люди, такие как Помпеоли и все такое, они тоже не могут все сделать, потому что вот этот средний или высший уровень бюрократов, будь то ФБР, будь то Госдеп, будь то любое другое министерство, они все... Они все часть этого болота. И они, конечно, да, они понимают, что вот этот министр, он сейчас пришел, через пару лет он уйдет, а я-то здесь остаюсь, я-то все время... И они тормозят, они... Как он их может заставить что-то сделать? Они говорят, да, ищем, да, работаем, да, вот сейчас будет, да, 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 да. Знаешь, как я называю ФБР? Я ФБР, знаешь, как я называю в последнее время? ОПГУ. Главное политическое управление демократической партии. К сожалению, да, ФБР потеряла свое, потому что это была одна из самых... Самых, как можно сказать, кристальных организаций, куда шли служить. Я сам шел в ФБР служить, но в конце концов я остался на службе во флоте. А это было очень престижно там быть, это были одни из самых... Это монахи были, знаешь, там все были высокообразованные люди, они все были или бухгалтеры, или у них были какие-то профессии, или в медицине они имели профессию, или они были в основном все юристы, но они работали, служили за копейки, потому что это давало им честь, это давало очень много престижа быть агентом в ФБР. Но, к сожалению, они потеряли это сейчас, им это обратно получить, такой статус в обществе, я думаю, займет очень-очень долго, если кто-то там не начнет совершать какие-то подвиги, как они это делали раньше. Это были неподкупные, преданные Конституции, преданные флагу люди. Я надеюсь, что среди молодежи там еще осталось, но вот эта верхушка, конечно, там гнилая.